Утверждение кандидатуры главы администрации в повестке значилось первым и самым важным вопросом. На знаковое заседание Гордумы прибыл губернатор Павел Малков. По итогам конкурсной комиссии у Виталия Артемова было преимущество перед Олегом Штефаном, его программу развития города поддержало большинство, но последнее слово оставалось за народными избранниками. Чисто технически голосование по каждому претенденту развели по разным законопроектам, то есть в случае победы первого за второго уже не голосовали. Кроме того, процедура была тайной, бюллетени депутаты заполняли по очереди. Результат оказался вполне предсказуемым. Число голосов поданных за – 32, число голосов поданных против – 1, воздержались от голосования – 1. По итогам тайного голосования решение считается принятым. Артемов Виталий Евгеньевич назначен на должность главы администрации города Рязани. Опытным и волевым руководителем назвал Виталий Артемова Павел Малков, поздравляя его с избранием. Позитивные изменения в городе уже ощутимы, заявил губернатор, но работы впереди еще много. Город должен меняться и обязательно будет меняться, вот чего бы нам это ни стоило. Внешний облик, общественный транспорт, социальные объекты, дворы, уборка улиц и многое-многое другое. Изменения уже есть, например, общественный транспорт. Мы давно об этом говорим, сейчас уже меняется, но нужно и дальше серьезно системно этим заниматься. Или хочу сказать, что у нас, к сожалению, пока из топа проблем не уходит уборка мусора. Поэтому тоже нельзя закрывать на это глаза, надо вопросы решать. Тут пока позитива еще не хватает. Также вот здесь, в этом же зале, говорил о том, что нужно повышать эффективность подведомственных учреждений. Там пока есть много неэффективности, много вопросов и надо еще раз сказать, что это наш с вами резерв. Присвоение Рязани статуса город трудовой доблести для главы администрации двойная ответственность. Об этом говорил с трибуны Виталий Артемов. Приоритеты для городских властей остаются теми же. Поддержка семьи участников СВО, повышение качества услуг ЖКХ, комплексное развитие территорий. Но главное быть открытыми к диалогу с жителями. Благодарю правительства Рязанского, вас лично, за поддержку, за неравнодушное отношение к городу. Как любой руководитель, все мы и депутаты хотим, конечно, чтобы было больше, лучше. Поэтому здесь, наверное, Павел Викторович, главное, чтобы ваши возможности совпадали с нашими потребностями. Ну и в то же время есть и другая пословица. На правительство надеюсь, я сам не положаю. Поэтому, как уже сказали, со своей стороны мы будем прилагать все усилия для изыскания внутренних резервов, оптимизации работы муниципальных предприятий и учреждений. Славная история, достойное будущее. Эту надпись на гербе Рязани Виталий Артемов решил взять за основу своей работы. И подчеркнул, вторую часть этого выражения можно реализовать только вместе с рязанцами.